Hello everyone, мои укулеле-стюденсы! Сегодня меня, как всегда, по-прежнему зовут Даречка. В руках у меня укулеле, а я знаю, что это новый разбор на укулеле. Вы долго просили, вы долго писали мне в комментариях, Дарья, разбери, пожалуйста, эту песню. Песня группы «Вокруг фонарного столба» называется «Клише». До этого не слышала эту песню, благодаря вам ее послушала, написала раздаточку, сейчас я научу играть тебе эту песню на укулеле. Я уже чувствую, как после этого разбора тебе захочется купить себе свой первый а может быть просто новый инструмент, а вдобавок к нему различные аксессуары. Тогда у меня для тебя есть скидочные промокоды, с которыми покупки будут еще выгоднее. Кирпич-21 действует в магазинах «Динатон» и «Укулеле-центр», а промокод «Даши Кирпич» действует в магазине «Скиф-Мьюзик». А еще ребята из «Скиф-Мьюзик» каждый месяц разыгрывают настоящую гитару. Поэтому одной покупкой ты можешь убить двух зайцев сразу. Если что, эти промокоды работают как в интернет, так и в офлайн-магазине. А вся подробная информация и правила участия в конкурсах по ссылке в описании. Но сейчас Бири укулеле в руки и погнали учиться. И вот как оно у тебя будет выглядеть. Я хотел бы быть клише, чтобы не париться кому и что во мне. Опять мне нравится кому и что во мне хочется поменять. Я хотел бы быть клише, чтобы не париться кому и что во мне. Опять мне нравится кому и что во мне хочется поменять. А теперь погнали учиться играть. Разбор на укулеле. Как всегда и как обычно, начнем мы с вами с аккордов. Первый аккорд, аккорд G, зажимаем третью и первую струну на втором ладу, а вторую струну на третьем. Следующий аккорд, аккорд АМ, зажимаем четвертую струну на втором ладу. Следующий аккорд, аккорд ЕМ, зажимаем первую струну на втором ладу, далее вторая струна на третьем ладу и третья струна на четвертом ладу. То есть образуется вот такая вот лесенка. Далее идет аккорд С, просто зажимаем первую струну на третьем ладу И последний аккорд, который будем играть в некоторых местах, это аккорд Д Зажимаем с вами четвертую, третью и вторую струну на втором ладу Получается G, A, M, E, M, C и D Будьте, пожалуйста, внимательны, потому что в припеве, в куплете и в каких-то переходах связка аккордов может меняться И сразу обсудим момент с каподастром Ее можно играть и без каподастра, тоже будет хорошо звучать Я хотел бы быть клише, чтобы не париться кому-то во мне Ведь не нравится тому, что во мне хочется поменять Поэтому у кого есть каподастр, а у кого нет, то с моими промокодами их можно купить Очень выгодно Ставим этот каподастр на четвертый лад И теперь от этого каподастра мы отсчитываем, как будто это у нас с вами был нулевой лад То есть раз, два, три, четыре и так далее Тогда все наши аккорды будут строиться так Это более-менее оригинальная тональность Можете использовать Теперь, что касаемо боя Мы с вами будем в основном играть шестерочку По-другому это вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх Еще раз Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх Его мы играем один раз на один аккорд Но, обратите внимание, в каких-то местах у меня рядом с аккордом написано в скобочках два Это значит, что именно на этот аккорд Вот здесь вот мы будем играть два раза этот бой Поэтому, пожалуйста, обращайте на это внимание Давайте чуть медленнее еще раз этот бой Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх Да, вам не обязательно играть именно шестерка, которую я вам показала Вы можете брать любой бой, который вы умеете играть Пятерка Типа Это вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх Также ее играете один раз на один аккорд Но в каких-то местах играете два Тогда это вот будет звучать так Я хотел бы быть клише Чтобы не париться тому, что во мне Опять не нравится И так далее Думаю, в принципе, с пятеркой каждый справится Так что не переживайте, если шестерка для вас сложна Песня у нас начинается с припева Давайте соберем в медленном темпе сейчас этот припев Я буду вам петь под каподастер Напоминаю, вы можете как с каподастером исполнять эту песню, так и без Я хотел бы быть клише Чтобы не париться кому и что во мне Опять не нравится кому и что во мне Хочется поменять Я хотел бы быть клише Чтобы не париться кому и что во мне Опять не нравится кому и что во мне Хочется поменять Дальше у нас с вами идет такой некий проигрыш на аккорд D И вот здесь вот вам нужно выучить определенную прикольную фишку-плюшку Там играется два удара вниз Заглушка И опять два удара Получается так Раз, три, два, раз, два Главное вот этот ритм запомните Давайте прям отдельно поиграем Прям какой-то у нас рок получается Давайте припев и проигрыш Я хотел бы быть клише, чтобы не париться кому и что во мне Опять не нравится кому и что во мне Хочется поменять Я хотел бы быть клише, чтобы не париться кому и что во мне Опять не нравится кому и что во мне Хочется поменять Пошел и прогрыш. Далее у нас с вами идет первый куплет. Так вот, в этом куплете первые четыре строчки мы играем просто один удар вниз. Один раз на один аккорд. Все. То есть... И в линии постоянно так пугает меня, Глупый выдуманный принцип, без которого я. И вот дальше на остальные строчки в куплете мы играем бой, которого вы выбрали. И так, мамка, чуть спокойно меняю образ и форму, Прямо в сторону большего сопротивления. Давайте соберем полностью первый куплет. И в линии постоянно так пугает меня, Глупый выдуманный принцип, без которого я. И так, мамка, чуть спокойно меняю образ и форму, Прямо в сторону большего сопротивления. Единственное, да, немножко по ритму не попало, там про это сопротивление. Сколько бы я не слушала оригинал, постоянно не попадаю. Дальше идет самое забавное, это вот этот переход. Потому что он немножко странноватый. База сохраняется такая же, тот бой, которого вы выбрали, я показываю на шестерке. И к тому бою, которого вы выберете, вот в каких-то местах у вас написано плюс один удар. Вот обратите на это внимание. Что это значит? Это мы, значит, играем бой. И к этому бою играем еще один удар вниз. То есть в аккорде до этого получается так. Мы играем шестерку. И я еще плюсую один удар вниз. Я вам прям сейчас его выделила, чтобы вы обратили на это внимание. Ну а дальше, опять, где в скобках написано два, играем два раза бой. Где ничего не написано, играем бой один раз. Поэтому давайте прям попробую сейчас показать. Ну а после этого перехода у нас с вами опять начинается припев и тот же самый проигрыш. Поэтому давайте сейчас этот кусочек соединим. Я хотел бы быть клише, чтобы не париться кому и что во мне. Опять не нравится кому и что во мне. Хочется поменять. Пошел? Дальше у нас с вами идет второй куплет. Там буквально три строчки этого куплета. Играем один раз на один аккорд. Остановись. Не нужно делать лишних телодвижений. Ты тянешь вниз опять. И опять пошел переход. Опять Что-то не то сказал. Опять Должен бы сделать сам. И опять пошел припев. Я хотел бы быть клише, чтобы не париться кому и что во мне. Опять не нравится кому и что во мне. Хочется поменять. Ля-ля-ля-ля. Ну там, в принципе, вы поняли. И в конце играется у нас с вами опять этот переход. Единственное, мы там добавим буквально две строчки. Опять думал, но проиграл. Вот там будет последний удар вниз. Мы его просто играем ударом вниз. Думал, но проиграл. Соберем вот этот конечный переход. Структуру мы сейчас более-менее с вами посмотрели. Очень много переходов вот этих дополнительных. Очень много бипеев, которые повторяются. Чтоб у вас не было каши в голове, соберем от начала до конца. Я хотел бы быть клише, чтобы не париться кому и что во мне. Опять не нравится кому и что во мне. Хочется поменять. Я хотел бы быть клише, чтобы не париться кому и что во мне. Опять не нравится кому и что во мне. Хочется поменять. В линии постоянства так пугает меня. Глупый выдуманный принцип, без которого я. И так могу жить спокойно. Меняю образ и форму. Прямо в сторону большего сопротивления. Опять. Что-то не то сказал. Опять. Должен бы сделать сам. Я хотел бы быть клише, чтобы не париться кому и что во мне. Опять не нравится кому и что во мне. Хочется поменять. Я хотел бы быть клише, чтобы не париться кому и что во мне. Опять не нравится кому и что во мне. Хочется поменять Остановись Не нужно делать лишних телодвижений Тянешь вниз Опять Опять Что-то не то сказал Опять Должен был сделать сам Я хотел бы быть в клише Чтобы не париться кому и что во мне Опять не нравится кому и что во мне Хочется поменять Опять Опять Что-то не то сказал Опять Должен был сделать сам Опять Думал, ну проигал Если у вас остались какие-то вопросы, то обязательно почекайте по тайм-коду, я там все подписала, расписала Или же пишите в комментариях, я постараюсь на все ответить Ну а если тебе понравился данный разбор, дай мне об этом знать своим лайком Не забудь написать в комментариях следующий вариант на песню или мелодию, которую мы будем разбирать в следующем разборчике Ну а также хочу отдельно поблагодарить всех ребят, которые поддерживают меня на Boosty Спасибо им огромное за это За меня на них получают клевые ништяки И весь раздачный материал Но меня по-прежнему зовут Дарья Скоро увидимся, пока Субтитры сделал DimaTorzok